Девочки, здравствуйте! Я сейчас вас планирую познакомить с профилактикой сползания лица, точнее с ее начальной частью, которая касается тела. Все, что касается лица, я даю девочкам в абонементе. Сейчас здесь покажу азы, основы, базы, которые позволят проработать тело. И вот этой ниточке, которая в форме спазма стягивает ваше лицо, даже не ниточке, а резинке, которая тянет вас вниз по типу так называемого гравитационного птоза, мы вот эту ниточку сейчас будем ослаблять. И я рекомендую начинать эти упражнения, эти действия по отношению к своему лицу с глубокой проработки внутренних органов, со снятия напряжения с них. Ссылку на видео, которое описывают эти приемы, я дам ниже. Также я ниже дам ссылку на пост ВКонтакте, который объясняет, собственно, суть того, что я сейчас вам планирую показать. Ну что ж, поехали. Я не совсем в презентабельном виде, то есть мне пришлось оголиться для того, чтобы показать правильно технику. Смотрите, первое, что вы будете делать. Давайте встану поближе. Во-первых, нам нужно научиться дышать в диафрагму, расширяя ребра в трехмерное пространство. Можете положить ручки на ребра вот таким образом и подышать, расширяя ребра. И дальше мы ребра сужаем, опускаем вниз. Это нам потребуется для того, чтобы правильно технично сделать сейчас массаж, который позволит препятствовать стягиванию лица вниз. Я советую вам встать, причем, чтобы вы стояли немножко пружиня на коленях, то есть чуть-чуть присогнув колени. Чуть-чуть. Совершенно вот прям незначительно, но тем не менее. Чтобы вы стояли так, чтобы у вас колени закрывали ваши пальчики. Вы можете прям посмотреть вниз и увидеть, что колени, не то чтобы закрывают, а они стоят в той же направленности, как и смотрит ваш пальчик. То есть чуть-чуть в стороны. Чтобы колени вот так не закручивались, нам нужно, чтобы таз был раскрыт. То есть тазобедренные суставы были раскрыты. Соответственно, колени мы направляем тоже в сторону пальчиков. Это важно. Отсмотрите, встаньте правильно. Таз немножко подкручен, чуть-чуть. Что значит подкручен? То есть вот таз, который не подкручен, когда мы стараемся увеличить визуально нашу попу. И вот что такое таз, когда он подкручен. То есть если мы стоим колени в присогнутый, таз подкручен, выглядит вот так. И вы отстраиваете тело так, чтобы голова стояла над тазом. Что ж, можно приступать. Что мы с вами делаем? Нам сначала нужно растянуть белую линию живота, которая как раз таки и увлекается вот в этот вот спазм. Когда у нас портится осанка, когда мы как бы сутулимся, да. И у нас фасции перетягиваются так, что вот все вот так вот стягивается. И, соответственно, белая линия живота, она в это движение тоже вовлекается, да. И начинает стягиваться. Вот нам нужно ее сейчас будет раскрутить. Еще раз повторяю, что начинать эти упражнения я советую с снятия напряжения с внутренних органов, да. Видео я дам. Хорошо. Теперь вы ставите пальчики вот таким вот образом. Два пальчика. Больших вам нужно. Вы мечевидный отросток. Под мечевидный отросток встаете. Протапливаетесь. Не давите сильно, но в то же время давление быть должно. И вы начинаете делать вдох. И на вдохе, когда вы его делаете, в процессе вы тянете белую линию живота вниз. Выдох. Снова. Вдох. И вы прямо будете чувствовать, как под вашими пальчиками есть какие-то тяжи, узелочки, какая-то твердая ткань, которая начинает размягчаться, размягчаться, размягчаться. При этом еще желательно, если вы будете немножко открываться в плечах, сводить лопатки. Смотрите. Вдох. Чуть-чуть. Не надо делать это таким образом и не надо прогибаться в пояснице. Таз, я напоминаю, стоит на месте. То есть, выглядит это так. Либо вы прогибаетесь в просто грудном. Либо вы прогибаетесь в пояснице. Это неправильно. Показываю, как неправильно. Вот это неправильно. Все, у вас уже ушло все в поясницу, залом, да, и поясница начала... О, что-то прихватило. Наверное, вы неправильный массаж показываете. Нет, так нельзя. Хорошо. Так вы делаете столько раз, сколько вы чувствуете плотности под вашими пальцами. Когда вы почувствовали, что здесь у вас уже пошло как по маслу, ничего у вас нет, нигде у вас пальчики не застревают и все проходит. Я еще раз говорю, давление есть. То есть, пальцы утопают. Смотрите, они не по коже ездят, да, а вы протопились пальчиками. Всегда советую во время таких практик закрывать глаза, потому что в этом случае у вас мозг перестает обрабатывать внешнюю информацию и концентрируется на внутренних ощущениях. Хорошо. Дальше, после этого вы идете на область грудины и начинаете практиковать дефиброзный прием. То есть, вы начинаете накатывать вот таким вот образом валик из миофасции, из глубоких тканей наверх. Вы его катите наверх, начиная прямо с мечевидного отростка. Ну, чуть повыше. Смотрите, захватываете вот такой вот валик и начинаете катить его наверх. И я вас уверяю, что если вы никогда не занимались дефиброзными практиками, вероятнее всего вы будете испытывать здесь болевые ощущения в этом приеме. Ну, ничего страшного. Ткани здесь слипшиеся, ссохшиеся и неразволокненные. И это нормально, что они реагируют болью. Но со временем вы приучите их к тому, что надо дышать, надо жить, надо поддерживать нормальное кровообращение. Хорошо. Во время дефиброзных практик мы обрабатываем всю грудину. На данный момент нам можно обработать только серединку, потому что у нас здесь цель другая. То есть, мы здесь не прорабатываем грудину полностью, а мы здесь боремся вот с этим вот стеканием лица вниз. Хорошо. После этого вы накладываете ручки вот таким вот образом. Правая ложится, ну, скажите слово «я», «я», да, положите «я». Вот куда у вас ручка упадет, под ней там тимус, да, и вот вы его накрыли. Встаете и протапливаетесь ручками внутрь туда тканей. То есть, вы не просто встаете, а вы прямо протопились. Но при этом не сводите, пожалуйста, плечики вперед. Плечики раскрыты, лопатки целуются, да, но ручки стоят здесь. Слишком сильно не давим, можете постоять, закрыть глаза, протопиться за счет того, что ткани просто прогреются, и вы уже получите хорошую такую сцепку. И вы начинаете работать вот такими вот кружками, ведя ткани мягкие, да, не кожу, вы по коже не скользите, вы ведете мягкие ткани в сторону того плеча, нижняя рука, со стороны которого нижняя рука лежит под верхней, да, то есть, ну, в данном случае правая рука лежит под левой, и мы работаем в сторону правого плеча. Теперь, смотрите, отправляем ткани вниз, натягиваем их, можете даже подержаться за ключички, и направляем подбородок наверх. Внимание, направить подбородок наверх, это значит, представить, что от подбородка к потолку тянется ниточка, но это не значит сделать вот так, это неправильно, мы не заламываем остистые отростки, нужно этого делать. Да, подняли голову, вытянулись через подбородок наверх, и стоим, тянемся, дышим. Теперь левая рука ложится вниз, да, опять-таки, я. Левая, правая сверху, протопились, плечики раскрыли, и начинаем работать, рисовать кружки в сторону левого плеча. Рисуем кружочки, когда почувствовали, что сцепка с тканью стала очень-очень крепкой, направляем вниз руку, можете захватиться даже за ключицы, как удобно, или просто руку вниз максимально сильно стянуть, и поднимаем подбородок наверх. Я делаю все утрированно и, возможно, быстро. Возможно, вам захочется постоять дольше, если вы чувствуете здесь сильное натяжение, которое вот прям вас не отпускает. Стойте дольше, стойте, не стесняйтесь. И со временем, как будете стоять, будет натяжение здесь все меньше и меньше. Теперь, так как у нас напряглась все равно задняя поверхность шеи, нам нужно ее расслабить, и для этого мы ее прощипаем, сделаем это следующим образом. Вот задняя поверхность шеи, вот седьмой шейный, мы начинаем, прямо начиная от затылка, от основания черепа, прокатывать вот такой вот валик, мягко-мягко-мягко массировать. Вот такой вот валик. И вот вы его прокатываете и делаете это просто до тех пор, пока у вас не уйдет все напряжение, особенно на седьмом шейном останавливаетесь, в области седьмого шейного, в области затылка останавливаетесь, не затылка, а основания черепа останавливаетесь и массируете. До тех пор, пока у вас напряжение не уйдет. После этого, после вот этой проработки, вы, собственно, можете приступать к работе с пастозностью лица, с брыльками, да, уже можете работать на собственное лицо. Вот, но без проработки передней линии, без укрепления задней линии, а это уже об осанке, это уже и другая история, да, без этого невозможно нормальная статика лица. То, чего вы все, наверное, хотите, устранить брыльки, устранить стоп, пятое, десятое, вот, к сожалению, с помощью простого качества лица, увы, ах. Этого не сделаешь. Что ж, еще раз говорю, все ссылки на все дополнительные видео будут у меня в YouTube внизу под этим видео, так что ставьте ваши лайки, смотрите мои другие произведения искусства и будьте со мной дальше. Люблю, целую, пока.